Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе и... Обычно я не выпускаю видео по субботам, однако для новиночки я исключение, пожалуй, сделаю. Вообще игра Red Dead Redemption не является новиночкой, на этой игре уже 14 лет, она в 2010 выходила, но вот наконец-то только вот сейчас она добралась до ПК, спустя 14 лет. Вот у меня реально задается вопрос, почему сразу нельзя было сделать на ПК? Многие оправдывают Рукстар за это, я уже сам забыл, что там причины, и русского языка там не было, официального, и я не понимал, почему. Я проходил Red Dead Redemption 2, причем проходил на канале, даже его проходил, и, собственно, наконец-то мы получаем возможность в первый Red Dead Redemption сыграть, потому что первый Red Dead Redemption является сиквелом ко второй части, в плане сюжета. Собственно говоря, у игры довольно завышенные системные требования были, как и в случае с GTA Trilogy, Definitive Edition, но я уже игру запускал, и не оправдали себя эти завышенные требования, игра работает плавно, и все в порядке на ультрах. Стоит также учитывать то, что Red Dead Redemption 2 весит больше 100 гигабайт, а Red Dead Redemption 1 всего 9. Я обалдел, нафига было завышать? Это так напугать чисто надо было, что ли? Ну, тем не менее, ПК-версия игры вышла, и мы сегодня, наконец-то, будем в нее играть. Сразу первое, что мы видим, это такой вот прикольный довольно-таки интерфейс. Все настроечки, на ультра все настроил. Собственно говоря, музычка, анимации, все круто. Я не буду, кстати, во время прохождения читать субтитры, в отличие от предыдущих игр, которые я играл от Rockstar, потому что три причины есть. Во-первых, я толком недоволен, как я читал субтитры в тех играх, в которых я играл. Если вот, например, в более таких знакомых диалогах, которые хорошо знаешь наизусть, там можно что-то более-менее озвучить нормально, перевести субтитров, прочитать, то вот мало знакомых, можно какую-нибудь билиберду ляпнуть запросто. Или не попадать в четность. Ну и третья причина. В принципе, я с этой игрой еще не знаком. Ну, как я знаю, я знаю ее сюжет, я просто смотрел видео сюжета Red Dead Redemption 1. Но с катсценами, с диалогами я тут практически не знаком, поэтому ни один диалог я тут не смогу перевести. Нормально зачитать. Ну и к тому же, я думаю, зрителям будет интереснее смотреть, какие я буду комментировать диалоги происходящие, а не зачитывать их. Так что нажимаем Enter и поехали. Да, кстати говоря, пока версия также Undead Nightmare имеет в себе дополнение. Я понятия не имею, что он у себя представляет. Что-то там про зомби, я думаю, в отдельном выпуске мы это посмотрим. Давайте выбираем обычный режим. Собственно говоря, как я уже сказал, Red Dead Redemption 1 это сиквел Кредит Редемшн 2 по сюжету, причем прямое продолжение Кредит Редемшн 2. Вот, собственно, мы прошли Редет Редемшн 2, а сейчас будем продолжать историю уже в первой игре. Первом Red Dead Redemption. Графика у меня стоит на ультрах и работает все просто плавно, все просто замечательно. Я в эту игру поиграть хотел очень-очень давно. Мне вообще Леха, благодарность выражаю Лехе за то, что он меня познакомил вообще с этой серией игр. Замечательная серия игр Red Dead Redemption. Вообще он еще рекомендует мне до сих пор The Last of Fast пройти и я думаю надо тоже все-таки клянусь. Может быть меня эта игра тоже заинтересует. Я думаю надо все-таки. Курение полезно для здоровья. Ага, ты как? Ты с дуба рухнул что ли? Малеца. Блин. Банда Билла Уильямсона, да. Короче говоря, надеюсь, что сейчас Леха меня смотрит. Салют тебе, если смотришь. Собственно говоря, в чем у нас сюжет? У нас знакомый персонаж Джон Марстон. Прошло 4 года после эпилога в Red Dead Redemption 2, где Джон Марстон вместе со своей семьей дом построил в Битчерс Хоуп. И здесь у нас агенты из Федерального бюро расследований захватили семью Джона Марстона в заложники, а его самого сейчас отправляют добивать членов банды Вандерлинда. Агент Росс и Арчер Фордхэм, которые сейчас его сопровождали, да, это Агент Росс, уже знакомый нам по второй части был. Он уже тут постаревший очень такой. Это именно Агент Росс из Red Dead Redemption 2, который был напарником Агента Милтона во второй части. А здесь он уже сам главный. Короче говоря, агенты вышли на след Джона Марстона и решили его руками зачистить оставшуюся банду Вандерлинды, которая существовала в Red Dead Redemption 2 в эпохе Артура Моргана и там она распалась в конце. Графика тут гораздо менее реалистичнее, чем даже в GTA 4 я бы сказал, но графика тоже все равно неплохая. Тем более в ПК-версии значительные улучшения. вообще в прошлом году выходил этот как его ремастер типа который довольно низкие отзывы получил. Во-первых, из-за того, что люди не заметили в них каких-то ремастерных прям отличий, конечно, улучшения были и причем были значительные. В том числе русский язык был добавлен и улучшения в графике также были. игроки были недовольны не только этим, были недовольны тем, что она не вышла на ПК. Даже на Nintendo Switch вышла на ПК не вышла. Ну и Rockstar услышали своих пользователей и наконец-то решили сделать версию для ПК. Многие я еще видел людей, которые под выход ПК-версии писали а зачем если есть эмулятор? Вот я не понимаю этих людей. И неужели на эмуляторе в кайф играть на компьютере? Я так точно не считаю. Играть на ПК с удобным управлением с нормальным FPS ну разве это не прикольно? Мне вообще Леха кстати предлагал даже дать PlayStation мне чтобы я эту игру прошел на PlayStation но я отказался мне на джуйстике играть неудобно мне удобно на клавиатуре. Ну и теперь когда я получаю эту возможность я с удовольствием буду проходить. Действие игры вот сейчас это 1911 год эпилог Red Dead Redemption 2 был 1907 основная игра Red Dead Redemption 2 в 1899 то есть прошло сколько 12 лет вроде получается да 12 лет да со смерти Артура Моргена приехали мы куда-то идите в салон я кстати курсором не дотяну не вроде не дотягиваю до бандикама слава богу короче говоря у меня на ультрах даже несмотря на то что идет запись все идет очень плавно вообще и кто пытался напугать системными требованиями ну вообще не понимаю кстати вот если мы нажмем М то мы увидим карту собственно говоря вот такая карта в первом Red Dead Redemption и то что во втором во втором Red Dead Redemption вся вот эта карта это был только низ а там еще много чего было здесь только вот эта часть эти места в Red Dead Redemption 2 также есть и они в основном в эпилоге были да уж вообще не друзья за ниточки дергают да федералы сраные тут уже не агента пинкертона нас ведут за собой хотя пинкертоны они врагами просто были мы с ними не сотрудничали даже в Redemption 2 а тут а тут уже не пинкертона тут у нас ФБР да что ты так садимся на лошадь я в настройках подкорректировал управление так чтобы да вот это а вот это уже непривычно что надо щелкать shift а не удерживать для бега это непривычно я сейчас настройки загляну нельзя это поправить случайно это не мнение мне так непривычно мне неудобно есть кстати читы можно их прям тут включать так управление лошадью это это не то ну-ка где тут управление лошадью есть нет не придет а подождите вот я только что видел клавиатура удерживать для ускоренного бега так включить вот теперь другое дело вот теперь другое дело блин куда ты разгоняешься так я не нажимаю уже на шрифт короче говоря первая цель которую на которую пинкертоны ой господи фбр-овцы нас направили это билл уильямсон один из членов банды ван дер линдес которым мы были знакомы еще в дэмшн 2 он мы его постоянно там видели когда играли за артуры в эпилоге он не появляется даже как случайный знакомый мы вновь его встречаем в этой игре и собственно говоря мы идем сейчас за биллом уильямсом нас пошлют еще за другими членами банды в том числе за самим датчем но до этого мы еще дойдем игра не такая большая как Red Dead Redemption 2 она раза в два наверное короче но сюжет у нее тоже впечатляющий в принципе так мне нравится графикой да мы с этим человеком очень даже похожи хочется поболтать мертвых а все прибыли почти что ли давай блин закат красивый или это рассвет закат закат все-таки форт мерсер бывший форт мерсер какая-то банда обосновалась там собственно джону известно какая банда приятно провести время да уж очень приятно сейчас проведем время мы на чаек к Биллу Вильямсену что ли пришли блин будет камrie в в Билли в в в в Да, в общем. Когда он был с нами в банде Ван дер Линда, Билл, он был туповатым таким, агрессивным немного, безумным. Вот и здесь тоже что-то... Ну и он, кстати, там потолще был, чем здесь. Да, он теперь главарь своей банды. Да, ну... Я не знаю, чего он одним револьвером рассчитывал. Я думаю, ему подмога бы пригодилась бы какая-то для этого. Собственно, нашлись добрые люди, которые нашего героя спасать пришли. Вообще, некоторые говорят, что... В первом Red Dead Redemption лучше геймплей, чем во второй. Я что-то сомневаюсь в этом, но посмотрим. Надо громкость диалогов немножко увеличить, что-то тихо совсем. Да, по тем временам 15 долларов, это... Деньги немаленькие были. Бонни Макфарлен. А это же... А мы, кстати, девушку эту в поезде видели. Она тоже там ехала. Я прям запомнил, прям увидел. Какой шанс? Чтобы его повесили, что ли? Правосудие? Да, вот так шанс. Да. Или, может быть, он реально хотел дать ему шанс сбежать из Америки, не знаю. И типа сделать вид, что... Убью его. Убью его. Так. Да уж, спасибо им, что вылечили нас. Я хочу заглянуть в настройки и... Немножко... Громкость тут увеличить. Что такое наушники, я вообще не знаю. Так, звук я улучшил. Я вот что-то еще хотел. Я уже забыл, что я хотел. Золотое оружие. Это что вообще такое? Размер субтитров еще можно регулировать. Регулировать. Хорошо. Так, ну давайте. Помогать по хозяйству. Что, деньги будем отрабатывать? Я Андрею, с которым Майкрафт снимали, тоже помогал по хозяйству. Я, правда, за это ничего не отрабатывал. Этой благодарности ты толком не особо-то получил, но тем не менее. По-дружески. Правда, дружба у нас не сложилась в конечном итоге. Не будем в это особо углубляться. Но вот теперь Джону Марстону у нас вот приходится по хозяйству помогать. Фокусироваться на важных объектах иксом. А, ну, собственно, на лошадях. Да. Контора бригадиры. Тюрьма. О, сейчас диалоги мне нравятся по громкости. Вот сейчас другое дело. Ну, у нас тоже ранчо в Битчерсхоп как бы есть. Сами строили его. Ну, как? Так, Эбигейл, жена Джона и сын Джек не участвовали в строительстве, конечно, дома. Магазин. Дом мы строили с дядюшкой, имя которого мы не знаем, и с Чарльзом. Одним из членов банды Ван дер Линда бывших тоже, которого мы в этой игре не увидим. Он покинул штат после завершения сюжета. О, тихо. Да блин, куда ты так разогнался, а? Стой, блин! Куда ты так разогнался-то, а? Мне экскурсию проводить тут будешь, что ли? Да, в Red Dead Redemption 2 надо было удерживать и ашу привязать. А, ничего так хата-то у вас тут. Ах! Какого-то коль-то бит, Мистер Марстон? Спасибо, мэм. Я не знаю, что вы вылетает, а ты берешься на мою величину. Я могу использовать. Да, конечно. Я покажу вам место, и ты сможешь сидеть за час. Спасибо. наконец-то пострелять можно заниматься скотоводством не так интересно интереснее стрелять магазинный карабин так вот селектор оружия у нас да полностью согласен собственно говоря на пока мыши стрелять удобнее намного и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да такие милые создания эти кролики, жалко по ним стрелять, ё-моё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я с самого детства любил зайцев, кроликов. Одного зайца, кстати, даже приютили в деревне. Он жил на втором этаже в коробке. Постоянно срал у нас. С ним... Это не домашнее животное, с ним было тяжело. Но он был милый, очень милый, реально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошенько попадаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, уж, с некоторых зубами пожевали уже. Гады. Вот это уже плохо. Вот кроликов, зайцев. Немножко жалко, а ты не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вообще, я полностью согласен, полностью солидарен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, стрелять реально удобно. Я реально хорошо попадаю. Но к езде на лошади придется привыкать, потому что... Вот он, если разгонится, его сложно остановить потом. Привяжи, че ты... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтоб сохранить игру, поспите на кровати в своем жилище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сон занимает 6 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете взять патроны из ящика багажа. Уровень славы у нас тут имеется. И уровень чести, как в Родзеттедемши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Давайте поспим. Так, сохранить игру, ну-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ячейка сохранений. Всего их три. Даже в GTA 3 ячеек было намного больше. Больше, чем в два раза. Здесь почему-то всего три. Понятия не имею, почему. Так, ну вот, собственно, утро. Давайте. Отправимся к Бонне снова. Только у нас других вариантов-то нет. В данный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормози, что ж ты так полетел-то, а? Блин, классная хата. Препятствия на нашем пути. Блин, офигенная хата вообще. О, мистер Марстон. Как ты делаешь сегодня? Я хорошо, мисс McFarlane. Спасибо, как ты? Ну, я хорошо, спасибо. Так, ну, как твои ряда? Хорошо. Немного боли, но, apart from a couple extra scars, это будет как ничего случилось. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж, это я бы... Ну, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классная хата, вообще прикольная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Да, раннее утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какого фига земля-то горит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему метки нормальные нельзя было придумывать? Просто... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я не видел, а, вот это синяя, наверное, да, вот я и выпал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ну куда ж ты запрыгнул-то, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот он слез... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хочет слезать оттуда нормально. В гонке мне не выиграть в этой. Потому что, ну, это привыкать к управлению лошади придется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неуправляемая лошадь немного становится, когда вот так разгоняется. Уж лучше не устраивать гонки на лошадях, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я чувствую, по крайней мере, пока, что я не готов участвовать в них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, она уже скрылась из виду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, вон она, там, где их бежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восстановим выносливость. Она восстанавливается быстро. О, догоняем потихонечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голопом по Европам, ё-моё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это конь не слушается меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это у нас кто появился? Маршал Джонсон. М-м-м, хорошо. Ну что ж, займемся этим в следующей серии. На сегодня предлагаю закончить. Неплохо для первого выпуска у нас получилось. Мы эту игру будем полностью проходить. Обязательно в скором времени продолжим. Спасибо за просмотр. С вас, Ликос, подписываться с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на всякий случай в Дзен. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова